ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Where every family drinks their best bitter wine Абвунчоу замечательной провинции на рынке Таро. Сегодня мы поговорим про чай. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Приветствую всех. Добро пожаловать на программу. Юрий Иляхин рассказывает про Гуйчжоу. Гуйчжоу – это удивительная провинция на юге Китая. А в этой провинции есть замечательное место. Очень интересное. И называется это обсерватория небесный глаз Китая ФАСТ. Что это такое? Я вам сейчас расскажу. Обсерватория небесный глаз Китая ФАСТ в провинции Гуйчжоу. Уникальный объект. Во-первых, расшифрую, что такое ФАСТ. Это английская аббревиатура. Она означает 500 метров Апитю Сферикал Телескоп. То есть это радиотелескоп с диаметром поверхности, который собирает информацию, идущую с неба, 500 метров. Огромная площадь. И я расскажу вам о некоторых особенностях этого телескопа. Это самый большой и самый чувствительный радиотелескоп в мире. Его строили 22 года. А ввели в строй в январе 2020 года. Уже через год, к марту 2021 года, радиотелескоп небесный глаз Китая обнаружил более 300 пульсаров, то есть источников радио и оптического излучения космоса. Принцип работы этого уникального радиотелескопа почти не отличается от принципа работы наших обычных спутниковых тарелок. Чем больше площадь, тем чувствительнее аппаратура. И тем более слабые сигналы излучения может принимать. Площадь вот этого небесного глаза Китая 30 футбольных полей, а диаметр 500 метров, как говорится в названии. Очень чувствительный, очень мощный инструмент изучения излучений всей нашей Вселенной. При строительстве этого уникального объекта радиотелескопа небесный глаз Китая, ФАСТ, люди использовали уникальные особенности провинции Гуйчжоу, а именно ее карстовое образование. Это тот случай, когда инновации, научно-техническая мысль соединились с природными условиями. Как известно, в Гуйчжоу много карстовых образований. Это могут быть и выемки. Вот одно из таких выемок и использовали для строительства этого огромной тарелки, этой принимающей площади радиотелескопа. Таким образом, природа и человек, соединившись в своих усилиях, создали еще одно, другое, новое чудо. Это природа и человека. В апреле 2021 года небесный глаз Китая обсерватории в Гуйчжоу запросило всех астрономов мира, присылайте заявки. Мы будем проводить вместе с вами наблюдения. Таким образом, мы видим, что наука не знает границ. Это закон, по которому мы должны жить. Не забывайте подписаться на наш аккаунт, ставить лайки и делать репосты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова